Это самый престижный фестиваль в Азии. Он престижнее Токио, он крупнее Токио. И в Азии, вообще в мире называют азиатские Канны, Кусан. То, что мы фильм без сопродукции, конкретно казахфильмовский фильм, попал сам по себе, без чьей-то там лобби сопродюсеров из Европы, это еще больше вес придает нашей победе. Потому что для меня само попадание победы, я повторюсь, потому что попасть в число отобранных, это и есть, собственно, главная задача, то есть на весь мир представить фильм. Я не бегал по кинозалу условно, да, с попыткой узнать, чего же хочет зритель. Моя мечта, чтобы зритель оторвал задницу, зашел, выкрал и попытался понять, чего хотел Ербол. То есть, вот, да, то есть, а у нас режиссеры, они часто вот, чего же хочет, да. И даже те, которые хостят вот авторское кино, они тоже все вот, ах, вот это надо оттуда украсть, вот это надо оттуда украсть, это из того фильма взять, потому что эти мархамбаи один хрен, легенду Анароями не видели, и я буду красавчиком. Вот же наше кино. Ну, если в двух словах, да, любой фильм хороший, можно двумя словами охарактеризовать буквально, да. Вот, девиз, слоган, скажем, моего фильма – это «Вера внутри». То есть, мне хотелось, вот, в наш сегодняшний день, когда религия стала играть более заметную роль, стала более заметна, да, после 70 лет атеизма, во-первых, меня очень сильно коробило то, что за 22 года ни один казах не сподобился снять об этом фильме, потому что, если ты не снимаешь «О боге», то вообще, о чем ты вообще снимаешь? Это же самая животрепещущая тема. Человек без веры, он, по сути, и не человек, да, то есть, понятно, что есть атеисты, надо уважать их мнение, но я имею в виду ту внутреннюю пустоту, либо полноту, которую дает вера или не дает, да, то есть, и поэтому я решил снять фильм об этом. Во-вторых, мне хотелось вот именно в этот день, в эти дни, когда все это так широко представлено, более ярко как-то высвечивается в жизни, хотелось все-таки взглянуть на проблему радикального поклонения, да, то есть радикального ислама, да, то есть, который вообще это вот нависло, вот по сути, вот я тебе говорю это, да, а вот за мной человек прошел. Если ты посмотришь с бородкой, вот, собственно говоря, это и есть вся проблема. Вот я тебе говорю, а эта проблема мимо нас проходит. Вот завтра он, возможно, возьмет автомат и будет нас с тобой стрелять, потому что мы неверные, хотя, может быть, он из одного рода со мной. Вот об этом фильм, о том, что не надо видеть в откровении автоматы Калашникова. Кто-то видит автомат Калашникова, кто-то читает Коран, идет в Ленинскую библиотеку записывается, в Пушкинскую, да, условно. Вот об этом фильм, о том, что каждый человек берет из книги, из веры то, что он способен взять. А вообще, конечно, это две крайности. С одной стороны, фанатизм, когда люди уходят так, что приходят на похороны и своих родственников чуть ли не бьют. Так хоронить нельзя, это харам. Это проблема большая, да? А другая крайность, это казахи, которые вообще говорят, а, ислам, это арабское все привнесено, это все я тенгрянец. А что ты тенгрянец? В каком месте ты тенгрянец? И вообще, знаешь, что такое тенгрянство? Они плавают. У людей нет базовых знаний. Это наша проблема. Это телевидение, журналисты не дают, да? И людям говоришь, что, в принципе, ля-иллаха и ля-ллаха, это нет бога, кроме бога, а нет бога, кроме Аллаха. Потому что Аллах – это единый бог, перевод слова. Это не имя, кто-то такое ему имя давать. И вот людям объясняешь это, он вроде уже с бородой, а элементарную вещь не знает. Что такое джихад не знает? Джихад для него – это взять автомат и вон того, без бороды кафера зарезать. А джихад – это слово «усилие». Это перевод слова «усилие». Как его можно интерпретировать так? Вот в чем проблема. Вот что у нас с верой. Абсолютное тотальное невежество, воровство, пофигизм. Вот три кита, на которых держится наша казахская вера сейчас, к сожалению. И для меня кажется, что это та линия разлома, которую нужно как-то склеивать с помощью искусства. Ну, Мас, читай. И все хорошо будет. И все? Больше ничего не надо? Надо. Я отношусь к этому опыту именно с точки зрения житейской. И только потом, как искусству, как каким-то таким вещам. Потому что для меня важнее опыт именно человеческий. Именно личностный, внутренний. Потому что лучше и хуже я не стал, и другим каким-то я не стал. Может быть, глубже стал. То, что во мне было заложено, оно выпистывалось где-то там. Ну, в общем, как-то вот так. Иногда я пишу стихи, да. Иногда я воспитываю детей. То есть иногда я отец, иногда я поэт, иногда я покупатель в магазине. Да, то есть у меня нет сакрального отношения к своему занятию. В том смысле, что я не разделяю понятия поэта-гражданин. Ты можешь быть гражданином и не писать стихи. Другое дело, что в казахской традиции, да, то есть мы же народ поэтичный. Очень мало быть просто ахэном. Надо еще быть батыром. У меня нет четкого там разделения. Гражданин. То есть я себя вел бы точно так же, как гражданин, даже если бы я не писал стихи. Да, то есть. И как-то я не вижу в этом какой-то связи. И другое дело, что это другая ответственность. То есть это еще больше ты обязан говорить правду, говорить какие-то вещи, оговаривать, да. То есть стоять на стороне, собственно говоря, людей, да, а не власти.